Продолжение следует... 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 я не понимаю. Ромова, когда ты замуж выбежал? Что дожми дом-то? Да учит всех. Мол, не по заветам божеским живете, что визитку себе сделал. Православный купец первой гильдии. Но в бизнесе лучше с ним не связываться. Чистый бультерьер. Вы знаете, в последнее время как-то он изменился, тихий стал такой. Смирный, не иначе, как гадость какую-нибудь замышляет. Или, может быть, порчу на него на славу. Ладно, порчу. С кем он в бизнесе не ладит? Со всеми. Семейное положение. Жена, дочь Марианна, разведенная. С матерью собачиться постоянно. Ну, это как водится, ничего интересного. Понятно. Товарищ майор, я тут кое-что вспомнила. Где-то с месяц назад на рынке замдиректор Васильков ко мне подходил. Такой взъерушенный был. Говорил, когда они с Дармидонтовым павильона Блюхера не поделили, тот обещал на него киллера наслать. Да, и еще фразу такую сказал, что, мол, деньги на это богоугодное дело уже отложил. А чего ж ты мне не доложила? А? Ай да православный купец. Здравия желаю, товарищ полковник. Завьялов... Да, майор Завьялов из Гавриловки. Товарищ полковник, у нас убийством запахло. Да, ядренко. Это был порыв, минутная слабость. И потом самому стыдно стало. Он не стал заявление писать, а он оказывается реальной аппарозой. Богомолец, а? Дайте мне оружие, товарищ майор. Посмотрим только его. Да нет, ребят, пулемет я вам не дам. Мы с тобой, Васильков, пойдем в другие пути. Зачем прослушку Дормидонтова устраивать в машине скорой помощи? Потому что она не привлекает внимания. Вы когда прибыли? Зачем вечером? Точнее, в 19.15. Прибыли на собственных жигулях, поселились в гостиницу и заказали в тамошнем буфете армянский коньяк марочный. 50 грамм. Запустили чем? Орешками запустили. Вы зачем за мной слежку установили? Ой, это Гавриловка, майор. Мне тут же позвонили из гостиницы и сообщили, дескать, подозрительный тип армянский коньяк заказал марочный. С чего это? С чего это подозрительный? А с того, что эта бутылка три года в буфете стоит не тронутая. Кто ее возьмет, когда она стоит, как подержанный мотоцикл? А теперь буфетчицы волнуются, как бы коньяк не выдохся. До следующего такого вот клиента. А вы предлагаете машину скорой помощи сутками держать у дома Дормидонта. Чего так мало заказать? Да буфет закрылся. И правильно. А что вы? Конкретно предлагаете. Напротив дома Дормидонтова живет моя сотрудница. Вот базу организуем у нее дома. Все. Ну, предположим. Теперь второй. Закупчиком вашим установим и наружное наблюдение. Это кто ж наблюдать будет? Я? А вся Гавриловка будет наблюдать за вами. Спокойно. Я, к вашему сведению, профессионал. Удачи, майор. Удачи. Себе пожелаете? Юлика! Э-Э-Э-Э! Ю-УЛЯ! Ну, я иду к тебе. Во, жизненно. Так, вот сейчас лучше, но пройдём ещё раз. Заказчик не должен подозрить, что ваше убийство и с тонировкой. Мышкин, Еврён, ты же в спецназе служил-то. электриком. А кто это Юлия, которую вы вспоминали последние мгновения жизни? Моя жена. Давно она умерла. Ну как, Юленька жива, молода и прекрасна. Ясно. Так, все по местам. Проследний прогон. Алексей Петрович, квас-то ваша, кажется, не отстирается. Вас убить хотят, Ядренки, вы мелочитесь. Приготовился. Это вы Юленьке скажите. Итак, что мы имеем? Термидонтов у себя в конторе. Поведение обычное. Тихий он какой-то стал. Я бы даже сказал, пришибленный. Наверное, его совестица мучила. А может быть, он вообще убивать передумал? Чего это он передумал? Заргалов. Так. Так, подожди, не отключайся. Не передумал Дермидонтов. Через два часа наш агент должен в заброшенном цеху стекольного завода убить человека, который будет весь в белом. Весь в чем? Платонов, свяжись с Васильковым и выясни, собирается ли он в заброшенный цех и еще весь в белом, в чем я очень сильно сомневаюсь. Но если не Васильков, то кто? Вот это нам и предстоит выяснить. Так, Мышкин, слушай меня внимательно. Если в заброшенный цех приходит Васильков, ты стреляешь, он падает, все как репетировали. Если не Васильков, а кто-то другой, разумеется, не стреляешь. Дербидонтов потом наврешь, что у тебя там пистолет заело. Не заело, а промазал или дуло разорвало. Понял, да? Все, действуй. Вот таким образом мы и выясним жертву и уже с ней разыграем спектакль. Повороти. Повороти. Я Каруза. Агент Князь на месте. Прослушайте. Прием. А так, ты, Каруза, смотри в оба и фиксируй. Потому что Платон, эээ, Доминго сообщил, это будет точно не Васильков. Варежку не раздевай, на работе. Варежку не раздевай, на работе. Так, что сегодня меня не жди. А, поняла. Вы сдавливаете, Филипп Степанович. Повороти, повороти. Кабалье. Кабалье. Кабалье, я тебя не слышу. Кабаль... Громова, Едремень! Так, Лена. Объект вышел из дома, я за ним. Доложи повороти. Повороти, повороти. Доложаю. Ой, мамочка. Повороти, повороти. Объект вышел из дома. Ровно двенадцать минут до назначенного времени. Мимо Каруза не проскочишь. Чего ты мне спрашиваешь? Чего ты мне спрашиваешь? Ты? Ты, что horribly создал. ездить Поворотник. Говорит Каруза. На объект визжает грузовик. Вижу, Каруза, вижу. Предельное внимание. Остается три минуты. Все, отключаюсь. Казбек, это я. Здравствуй, перчик мой сладкий. Ты по какому вопросу звонишь? Казбек, Джан, это я, Мариана. Мандарины? Помню. Казик, ты что, не можешь говорить? На мандарины совсем спрос плохой. А, твоя рядом. Старая калоша. Как там помидоры? Срок годности истекает? Слушай, он с утра кряхтел, кашлял. Ель встал. Надеюсь, все скоро закончится. Так ты хочешь меня увидеть? Сама вы вас откуда? От верблюда. У меня подружка до завтра уехала. Ключи у меня. Нас заинтересовало ваше предложение. Назовите, пожалуйста, адрес офиса. Марксистская, 13, частный дом. А, буду 17.00. Приготовьте, пожалуйста, весь ассортимент. Ой, мамочка. Бороди. Бороди. Агент-князь покидает объект. Неправильно делаем. 15 минут до стартального времени прошло. Значит, снимаемся? Все, снимаемся. Кстати, Савраскин. Тьфу. Каруза, ведрёныч. А где этот топер из управления? И майор Келевин, что ли? Да он с утра на связь не выходил. Как сквозь землю провалился. Открывайте, уроды, старые. Призывайте, что творите, предельщики. А, видишь, ты сомневалась. Что же бандит? Урка. Где милиция-то, Алексей? Заважай, Загоню! Замолкни! Это кто, старый-то? Ну, кого вы там поймаете, извиняюсь? Ну-ка, сойдите с крышечки-то. Дима, внучок, отойди от греха подальше. Твоя как фамилия-то, террорист? А твоя? Завьялов моя фамилия. Ты как-то, Ленин, живой там, а? Вылезай. Ну-ка, поверни сынку. О, дюжигарный хлопец-то какой, а? Ватничек, тельняшечек. Ага, смешно. О, и зубик золотой, а? Где срок модели, гражданин майор? Я смотрю, вы после отсидки-то на путь исправления встали. На работу устроились, да? Вон, я смотрю, с ящичками, с инструментами ходят, да? А говорят, у нас уголовников на работу не принимают. Как дело-то было? Смотрю, идиот. Ага, рожа бандитская, весь на колках. А в руках инструмент. А зачем? Как зачем? Зачем, чтобы стибрить что-нибудь? Ну? Я говорю, сынок, сынок, говорю, ты в погреб слазь, а то спину пересекла, огурочка захотела. А этот залез, а он, а он дверь рык, оп, и закрыл. Ага. Ну что же, руки за спину и вперёд к машине. Шаг вправо, шаг влево, расстрел. Спасибо за бдительность. Вперёд. Пошли, майор, чайку попьём и в область поедешь. Закончилась твоя миссия, ядрё. Служи, майор, мой. Майор, террорист. Действия личного состава в сложившейся обстановке считаю удовлетворительными. Хотя поставленных целей мы и не добились. Объект оперативной разработки оказался значительно умнее и хитрее, чем я мог, чем мы могли предполагать. Провёл, так сказать, разведку боем, я сразу догадался. Завраскин внедрён. Не встревай. Он убедился, что киллер готов. И если это была проверка, значит предполагаемой жертвой по-прежнему остаётся Васильков. Громова. Да. Что дала прослушка? Вот. Катбек, это я. Здравствуй, перчик мой сладкий. Ну, 17.00. Приготовьте, пожалуйста, весь ассортимент. Остальные звонки оперативного интереса мне представляют. Кроме одного. Что там? Звонили Дормидонтовым из областного центра из риэлторской конторы «Радекс». Чего? По-русски скажи. Из агентства недвижимости звонили. Оказывается, Дормидонтовы собираются купить квартиру в областном центре. Ну, и какое-то имеет отношение к делу. Да. Дормидонтов, похоже, об этом не знает. Ну, вообще-то, тётя Саньяк, тебе за консультацией. А что в народе-то говорят про Дормидонтова? Действительно, плохо здоровье? Ходит тяжело, с лица спал, видно не жалеться. А жена его, Настасья, даже не здоровается со мной. Вот и незнакомый. Ну, ты чё ж так? Ладно, скажу, племянник же, не чужой. Лет двадцать назад Анастасия приходила к нам в больницу. Хотела сделать аборт по-тихому. А Дормидон уже? Гуляла она с бульдозеристом из мехколонны. А то возьми, да и кути на севера. Главврач тогдашний Анастасия так и сказал. Сделаем, говорит, но как положено, по закону. Она в отказ? Как же, комсомольская активистка была тут на тебя, моралка? Ну, и куда же она ребёнка делала? А никуда она его не дела. А через месяц замуж выскочила. За счетоводом Дормидонтова. А Дормидонтова, ты знаешь, что это не его ребёнок? А этого я не знаю. Да он и сам не без греха. Слух был. На стороне ребёнка завёл. От уборщицы Капторга. О! Слушай, с Марианной я был. Что нельзя, да? С какой Марианной? Её отец купит с первой гильды Дормидонтов. Что вы делали? Нормальный, нет? Такой хороший мужчина ответит на такой вопрос. Ммм, любовь. Какая любовь, слушай? Секс. Такой секс, что она мне магазины продаёт. Марианна Дормидонтова продаёт магазины? Короче, у неё умирает отец. Они смотрю, всё продают и уезжают. Я уже брату позвонил. Я говорю, проезжай, деньги привози. Всё покупаем, тоже купцами будем. А если отец не умрёт? Так не умрёт. Ему в областной больнице сказали. Он слово мужское дал. Слово нарушит меня полное основание, если на него в суд подать. Это вы в каких законах вычитали? Эх. Опа. А что с вами, товарищ мой? Да нет, ничего. Просто спину застудил. Так я могу помассировать? Я курсы заканчивала. Нет, не надо, Громова. Так, ну-ка, давайте. Не надо. Вот, подожди, что ты делал? Войти могут? Так, лежите. Лежите. В личном деле у тебя этого нет. Ну-ка. Ой. Ты что делаешь, Громова? А я... Митя, отвернись. Так, всё, кончай, Громова. Ко мне люди. Лежите, лежите, товарищ майор. Одно другому не мешает, товарищ майор. Да? Ну, хорошо, продолжай. Да, мать. Сдурела, Громова? Да я... Конечно, сдурела. Докладывай про Дормидонтова-то. Ой, хорошо, Громова. Молодец. Мы знаем, что Дормидонтов смертельно болен. Ага, так. А его дочь на самом деле не его дочь. Ага. Его семья знают, что он болен. И ждут не дождутся, когда же он помрёт, чтобы продать имущество и уехать из Гавриловки. И зачем ты нам всё это рассказываешь? Мозговая атака называется. Ой, хорошо, Громова. Ты пойми, Громова, мозгами надо думать, а не атаковать. Вот скажи, как всё то, что ты нам сейчас здесь рассказала, связано с тем, что Дормидонтов хочет кого-то убить? Разрешите, товарищ майор? Да, давай, давай, Платонов. Может, он перед смертью решил с Васильковым поквитаться? Так. Видать, сильно тот его достал. Да? Да. Хорошо, Громов, как не сильные руки у тебя? Мы контролируем ситуацию. Да ни хрена, мы не контролируем. Да, Завьялов, слушай. Так. Так. Так, понял, всё. Всё, прекратили, помоги мне. Ой, опа. Слушай, какие у тебя золотые руки у тебя, а? Особенно вот этот, потрясающий. Значит, Дормидонтов обозначил новое место убийства. Теперь это городская баня. Наш агент должен ликвидировать человека, который выйдет из задней двери бани и будет завёрнут в белую махровую простыню с изображением Чебурашки. В сауне, что ли? Стрелять велено в голову. Погодите. Васильков же докладывает мне все свои передвижения. Ну? Он сегодня будет в бане. Так. Опа. Ой, золотые руки у тебя. Громов, не зря курс окончал. Молодец. Господин Васильков? Майор Завьялов. Скажите, вы сегодня собираетесь в баню? Собираетесь. Скажите, а у вас есть белая махровая простыня с изображением Чебурашки? Нету? Тогда лёгкого вам пару. Жертва не Васильков. А кто? Хороший вопрос. Задняя дверь бани. Она козыр уведёт. Выйдешь, болтых, и концы в воду. Платонов, дуй Дорминдотову, прицепись к нему, как репень. Понял. Громова, доброслушки. Конечно. Завраскин, за мной. У меня там гостялянша и школьная любовь работает. Ох, как она меня любила. Она скамеечка есть. Сиди себе и жди человека в белом. Понимаешь, Лёша, школьная любовь, она нержавеет. Она меня как встретит, так намекает. Ну, вот и пойдёшь в баню. Только смотри у меня. У меня же свой. Ничего нет. Вот поэтому я тебя и посылаю. Там телефон есть? Как-нибудь. Через полчаса доложишь обстановку, Громовый. Дуй. Так, Лена, свяжись в повороте. Объект вышел с дома, я за ним. Так не пойдёт, начальник. До дна. Давайте до дна, мужики. А то как-то не по-людски выходят. Выходим. Субтитры сделал DimaTorzok Поворотти, Поворотти, Карузо сказал, что ничего подозрительного Что вы, товарищ Поворотти, он же на задании Субтитры сделал DimaTorzok Платонов! Кто вас, мужиков, днем с огнем не сыщет, что вы сами под колеса лезете? Нам нужно догадать мотоцикл Он только что здесь проехал, водитель, девица Так куда нам, налево или направо? Не знаю! Давай налево! Налево? Это по-нашему Прижаться к обочине! Стой, козла! Эй, а вы что, охренели, что я? Дедор Медонтов! А вам какое дело? Дедор Медонтов, я спрашиваю! Ну, на Коминтерновской я его высадила! Куда пошел? Я не знаю! И вообще, что вы лезете в наши отношения? Любовнички! Какие любовнички? Он мой отец! Наконец-то признал! Жаль, только мамка не дожила! Поехали! Повороте, повороте, я Доминго! Хорошо! Собрасти, Вегетрина! Хорошо! Эй ты, мурашка, до стоять! Прышка со мной, в воду! Холодно, дерзь! Открывай, Мышка, ты что-то видот-то вбрёшь? Спасибо, сынок, пиуда, настоящий-то киллер, Филипп Степанович, дорого стоит, а я что-то, я электрик. Ну, перевели в отдельную палату, забираем на всякий случай, буянить пытался. Буянить пытался. Товарищ майор, может, нам переведём в обезьянник? Вместе с тобой. А-а-а, это по вашему приказу я нахожусь в заточении. Я уздник? Спокойно. Между прочим, если б не я, лежать бы вам сейчас на дне в синей прохладной мгле. Вы присаживайтесь. Садитесь. Ну, как же так, а? Ну ведь вы же православный верующий человек, и хотели взвалить такой грех на душу электрику Мышкину? Каждый сам за себя, перед Богом в ответе. Жадина ваш этот Мышкин Уда. Да, да, вы щедрый человек, он 50 долларов и 30 евро. А не вам судить меня? Мой суд не здесь, и скоро, ох, скоро, ничего вы не знаете. Так, больной, вы поспокойней. Спокойней, поспокойней. Папа, ты жив, слава Богу. А мы с мамой так переволновались, к тебе же не пускали. А ты хотела меня в поминание записать? Все ждете и ждете с мамашей, когда я колею, чужое семя под сердцем взрастил. О, помирать мужик собрался, только вышел тут облом. Ну а бабы делят бабки, а при хозяине живом. Думаешь, я не слышал, как вы шушукались? Скорее бы сдох. Папа. Скоро, скоро дождетесь. Филипп Степаныч, успокойтесь. Не успокоюсь. Эй, осторожней. Папка. Вот она, доченька моя, кровинушка моя. Все тебе завещал, все тебе отписал, а вам фиг с матушкой, а не наследство. Папка. Доченька Варварушка, недолго нам друг друга радовать с тобой. Родной мой. Я всю жизнь боялся, что вот супругица моя, и это вот дочь ее. Бросят меня и уйдут, и любовь за деньги покупал. Хотя видел, что они подлые, что они меня за копейку предать смогут. Папа. Я все равно любил их, и все деньги только им, только им. А тебя, доченьку мою, красавица, скромный и гормотящий. Папка. Папка. Я все равно любил солдат. Да ничего. Теперь все будет по справедливости. Варвара, Варвара, я все тебе завещаю. Все, отпусти Варвара. Господи, а я сам пешком. Монастырь Виверский. Пойду грехи забаливать, пока меня к себе Господь не призовет. Варвара, хотя смерть мученическую принять, это же губа. Не спотовился. Грешен я над людьми издевался. У советского государства деньги воровал. Тогда все воровали. Женскому полу был неразодушен. Пожрать, выпить любил. Уродина. Убью. Болезнь моя. За грехи мои. От неё и умру. От болезни жестокой. Какая болезнь? Что с вами? Дни мои сочтены. Папа. Даже бумага имеется. Анализы. Ну, кровь плохая. Теперь поняли? Врачи в областной шептались, что у меня лейкоз. Рак крови. Я живой труп. Поняли? Живой труп. Мало ли о чём врачи между собой говорят. Здесь ни слова нет о лейкозе. Написано. Повторно сделать анализы. Вам сегодня кровь из вены брали? Брали, брали. Всего искололи аспиды. Умереть не дадут. Так, ну, вот ваши анализы. Эритроциты, лейкоциты. В общем, кровь, как у двадцатилетнего юноши. Как вас понимают? Так как хотите, так и понимаете. Нет у вас никакого лейкоза. Ага. Постойте, это что получается? А если бы киллер меня убил? На всё воля Божья. Постойте. Я ведь считал, что болезнь моя это... Это наказание за грехи мои? А если наказания нет, то значит и грехов нету. Ну, деньги наживал, ну и что? С людьми был жесток. Да с людишками только так и надо. Они же все мерзации и пройдухи. Так это что выходит? Что я теперь здоровый пси? Ох! Тогда первонаперво отдохну по полной. Заслужил. Потом конкурентов. Рогом свернул. Ой. Больно. Понял. Понял. Я всё, я всё понял. Хватит. Хватит! Доргидонтов, вы в Полесне что-то про монастырь говорили. Вот так пешком в Увершский монастырь пойдёте. А что делать? Ну, уже. Одна. Да. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...